На улице сейчас где-то минус 10. Лучик гуляет. Причём гуляет уже точно минут 40, потому что мы вот с собакой ходили гулять. Только вернулись. Да, Лучик? Тебе нормально? Он в снегу вон лазил. Ну это давнишние следы, а вон там свежие. Да, что-то уронил. Луч! Полярный сыч. Да? Сидит. Гуляет. Иди. Кубик лежит, ждёт. Ждёт копытца. У нас индейки на шейке сейчас, конечно. Но ещё рано, мне ещё надо зайти к кроше, к ёлке. Котик так и не появился. То есть его нет со вчерашнего утра, со вчерашней ночи. Получается, уже двое суток почти. Котик! Я постоянно выхожу, зову, проверяю, но его нет. Еда не тронута осталась. Там были предположения, что он обиделся, но нет, он не мог обидеться, потому что после того, как я закрыла дверь, это было утром позавчера, он потом вечером ещё приходил. Он же ел, он заходил в бытовку, я ему мясо давала, всё нормально было. Он оставался здесь, потом ночью он съел корм и потом только пропал. Я ещё ходила с фонарём, потом вот там смотрела следы вот на снегу вот, да, вот как это. То есть он не уходил в ту сторону, где лабаи живут. Получается, он пропал после того, как почистили дороги от снега. Вот, мне кажется, что он мог уйти на трассу по очищенной дороге, к трассе, и там либо через трассу перейти и уйти в соседнюю деревню, либо запрыгнуть кому-то в машину, если кто-то там стоял, отдыхал, так часто бывает, что там стоят машины. Либо уйти к кому-то из соседей по деревне и спрятаться где-нибудь в подполь или на чердаке. Но он же мяукает. Он когда слышит голоса человеческие, он начинает мяукать. Вот, я сегодня с мамой утром после автолавки по деревне прошла. Мы его звали. Он не откликнулся. Кроша, привет! Кроша сегодня отказалась от утренней мышки. Ты готова? Надо было сначала найти мышь, а потом видео снимать. Это что такое? Сейчас. Выложим всё содержимое карманов. Кроша офигевает, она смотрит на крысу такая, что это-то принесло. Это ёлкина крыса. На. Катай давай. Вот. Вот что значит голодная сова, а не завтраком шея. Да? Говорит, не светите меня. Вот так можно сделать. И фотку. Фотку кроши такую отличную. Всё, пошла. Мы идём к ёлке. Так. Ну, в общем, мы прошли с мамой. Позвали кота. Он нигде не отозвался. Ну, не факт, что его там где-то не было. Ну вот. Уйти куда-то по кошкам, он вряд ли ушёл, потому что сейчас всё-таки не весна. Кто его знает? В общем, у меня впечатление, что в деревне его сейчас нет. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Собаки где-то далеко там теперь лают как-то. Чего они сейчас там лают? Очень далеко лай. Ну, может, лисы ходят. Не знаю, следов лис я у нас тут тоже не видела, но сосед с того берега, дядя Серёжа, говорит, что видел лиси следы. Могла ли лиса утащить кота? Ну, в принципе, да, возможно. Но как он там оказался, тут-то лис не было. Не знаю. Ёль, привет, Ёль. Я к тебе. Вот, я выхожу каждые там час, вот, постоянно проверяю, зову. У меня мясо там лежит для него уже подготовленное. Пойдём, я тебе крыску положу. Вот. Как ещё, где его искать, не знаю. Вот. В деревне знают, что, как бы, этот кот, он у нас жил. Вот. Если его кто-то себе забрал, приютил, хорошо. Но, в общем, пока никакой информации. Никаких точной информации, там, предположений. То есть, их, ну, предположений много. Ёлонька. Такая и сонная. Сейчас тепло. Сейчас где-то всего лишь минус 7. Вот. Завтра начинаются морозы до минус 15 ночи. Но если, по прогнозу, минус 15, у нас будет все в минус 18, а может, и минус 20. Да, сова? Это будет не очень здорово. Вот. Ну, ладно. Так. Кубик там страдает. Жаждет. Вкусняшеньки. Вот. Обошли всех. Ну, совешни я уже всех покормила. Остался только у нас кубик. Вот. Да? Ты остался? Оп. Надо вот такую фотку красивую сделать. Сидеть. Ай, молодец. Такой красивый пес. На фоне красивого домика. Сейчас я тебе принесу вкусное. Там лежит. Вот. В общем, ждем котика. Очень жаль, если не объявится. Ну. В общем-то, он, мы его впервые-то вообще, он с нами начал общаться с наступлением морозов. До этого он несколько месяцев, ну, он как бы здесь был, но близко не подходил. Может, он как-то адаптировался, отъелся, ушел вообще туда, откуда он пришел. В общем, посмотрим. Так, кубик, сидеть. Хорошо, лежать. Место. Он заранее ложится и уже не понимает, что надо. Так. Ты что шалишь? Место. Так, ну-ка сидеть. Куб. Вот он стал с наступлением морозов очень нетерпеливый. Так, нельзя. Место. Я что сказала тебе, а? Ну-ка, иди сюда. Куб. Будем, пока ты не выполнишь. Ты вообще слушаешь, что я тебе говорю? Фу голос. Куб. Место. 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 Ко мне. Молодец. Так, нельзя. Рядом. Куб. Куб. Рядом иди. Только успокойся. Все. Ну, возьми. Сидеть. Так, куда пошел? Дай мне. Ай, молодец. Ты хороший пес. Подожди. Все, возьми. Хорошо. Иди кушай. Ну, что ты за дурень такой, а? Я тебя не звала, чего ты видишь? Ну, дурень. У него вообще, у него паника какая-то. Он ел 20 минут назад. Ну, может 30. Вот, полную порцию. Две чашки. Утром чашку съедает, корма. У него сейчас прям на еду очень такой этот... Кубик. Не спеши. Да? Такой. Собака очень спешака. Скажи, очень мясо люблю. Любишь мясо-то? При этом, если ему дать что-то такое невкусное, он не будет есть. Ну, то есть там... Что... Что не мясо, короче. И не корм. Посмотреть, как у него вообще тут... Что он там в конуре сделал? Вот у него гнездо вот такое там. Нормально, кстати, мы салону положили. Вовсе её немного. Он всё очень хорошо утоптал. Вот. Очень у него там чисто, уютно, хорошо. И ничего не высыпалось. Ну, вот чуть-чуть. Буквально. Вот. Сейчас снег я специально ему не отгребаю. Даже накидываю на стенки, чтобы ему потеплее было, не дуло. Вот. Так что... Ну, надо ещё накидать вообще сугроб сделать. Пусть у него будет иглу такая, да? Вот. Ладно. Вроде всех покормила. Надо идти. И... Продолжение следует...